Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях сразу несколько человек, с которыми мы поговорим на протяжении всей программы. Тема у нас это создание памятника Прокопию Петровичу Липунову. И первый гость у нас это Степашкин Михаил Владимирович, краевед. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, кто такой вообще Прокопий Петрович? Нужно сказать, что я представляю общественную организацию Исана Нааке, которая объединилась совсем недавно с фондом Евпатия Калаврат. И цель нашего объединения это возрождение памяти о воеводе Прокопия Петровича Липунове и установка, создание установка памятника этому человеку в селе Исадах. Почему в Исадах? Исада – это вотчина, бывшая вотчина Липуновых. Это большое село, древнейшее село Рязанской земли, которое впервые появилось на страницах летописей. Его имя появилось в 1217 году. В 17 веке оно стало вотчиной Липуновых, связано с именем Прокопия Липунова и его детей и внуков. В селе существовал некрополь Липуновых, который позднее был утрачен, поэтому выбор места для нас очевиден. Кем был Прокопий Липунов? Как произошло, что сегодня мы это имя либо совсем не знаем, либо знаем очень плохо. Произошло приблизительно следующее. Воевода, который совершил беспримерный подвиг освобождения Москвы, который возродил утраченную государственность российскую, независимую, который освободил большую часть столицы от польско-литовских интервентов. Его имя в течение двухсот лет после совершения его беспримерного подвига, в общем-то, благополучно забывалось. В это время забыли и имена Минина с Пожарским, которых мы сегодня прекрасно знаем, как освободители России, спасители России. А Липунова мы совершенно не слышим имени. Следующие сто лет – век возникновения российской истории, исторической науки. Это знаменитые наши историки Карамзин, Костомаров, Соловьев. К сожалению, в это время как раз имя Липунова было незаслуженно забыто, и возвышены были для российской истории совершенно другие имена. И следующие сто лет мы успешно жили, не помня Прокопия, не помня того, что он сделал для России. А сделал он очень много. Когда мы говорим о Прокопии Петровиче Липунове, мы часто упоминаем слово «впервые» или «первые». Что произошло впервые? Впервые произошла к концу 1610 года такая историческая ситуация, что в России перестало существовать русское национальное независимое государство. То есть российская государственность перестала существовать. Законным правителем России был избран Боярской думой польский королевич Владислав. Ему присягнули большую часть городов, земель. И он был признан официальным царем, правителем. Да, были выставлены некие условия, которые не были выполнены. Но, в общем-то, Россия признала, что он теперь правитель. И началось, в общем-то, то, чего многие опасались. Началось давление на православие. Началось хозяйничание поляков. В Москву был впущен польский военный контингент. То есть, они вошли туда без каких-либо усилий. И, в общем-то, началась оккупация. То есть, русской государственности к концу 1610 года впервые не стало. Не стало законного русского царя, не стало войска, потому что русское войско было разбито за полгода до того в Клушинской битве. Некому было собрать это войско. И начались, в общем-то, вот такие оккупационные порядки в России и в ее столице, в Москве. На что отозвался впервые в истории такой человек, как Прокопий Липунов. Он не был боярином. Он не был знатного рода. Он был военачальником, воеводой рязанским. По званию он был дворянин всего лишь. То есть, ему ни по чину и ни по рангу, ни по званию не полагалось заниматься такого рода высокими государственными делами, как спасение утраченной государственности российской. Вот время выдвинуло такого героя. И он вышел вперед и, в общем-то, вступился за патриарха Гермогена, который был заточен поляками в Кремле и не выпускали его к пастве. И он стал собирать это ополчение с русских городов, в которые стеклись более 20 отрядов из русских городов от Белого моря и до южных границ государства. Все они стеклись только благодаря тому, что за дело взялся Прокопий Липунов, который проявил здесь свои таланты переговорщика, силы убеждения. Да, он был благословлен на это патриархом Гермогеном, но патриарх был в заключении, с ним связь была затруднительна в Москве. И, в общем-то, он вначале лишь благословил Прокопия на дело освобождения отчизны от поляков, на дело защиты православия, которое попиралось. И затем патриарх помог также привлечь в ополчение Нижний Новгород, крупнейший город, который свой военный вклад в это дело также внес. То есть он благословил присоединение Нижнего Новгорода к ополчению. Все остальное делал Прокопий. Это впервые в истории, чтобы человек, неуполномоченный ни царем, ни кем-либо из руководящих государственных органов, он просто выдвинулся из военной среды, и был уже достаточно известен, но на местном уровне. Он взял это на себя, и вокруг его имени объединилась Россия, объединилось земское ополчение. Из военных достижений, что произошло с ополчением? Ополчение выдвинулось в феврале-марте к Москве, из разных городов стеклось. И в марте, после, в марте 1611 года в Москве вспыхнуло восстание, которое было подавлено, так как основные силы ополчения не подошли еще. В апреле в Москву вошли основные силы ополчения, и их вел Прокопий Липунов. В течение четырех месяцев боев была освобождена большая часть города. В пределах Садового и Бульварного кольца нынешней Москвы – это земляной белый город. То есть это большая часть территории. Когда говорят, что первое ополчение ничего не добилось, они неудачники, пришли, и ничего не получилось. Это не так. Четыре месяца боев освобождена большая часть города. Поляки заперты в Кремле и Китай-городе. Они сидят в осаде. Кроме боевых успехов, этот человек успел сделать еще и как государственный деятель, очень много, для России. Но, во-первых, при ополчении было создано земское правительство со всеми министерствами, приказами, как они назывались в то время. Был создан законодательный орган «Земский собор». Самое, может быть, важное, 30 июня 1611 года был принят основополагающий документ «Приговор всей земли ополчением», который многие называют первой русской конституцией. То есть к созданию первой русской конституции был причастен Прокопий Петрович Липунов. Вот что такое Прокопий. И почему мы должны помнить это и мечтить. Но важно не только помнить прошлое, а это важно для нас самих, чтобы мы не потерялись в жизни, чтобы мы опирались на свои корни и понимали, откуда мы пришли и куда нам идти. И руководствовались в жизни такими примерами, как Липунов. А Липунов отдал свою жизнь за освобождение Отечества. Он шел, в общем-то, на дело, которое было совершенно необязательно успешным, а скорее можно было ожидать большого неуспеха. То есть он шел против самой сильной в Европе на то время армии, против самого сильного государства Речи Посполитой. А успех был неочевиден. И он отдал за это свою жизнь. Забывать мы его не имеем права. Но здесь важно еще и другое, что не просто чтить и помнить, но мы своими руками должны сегодня хотя бы понемножку создавать что-то. И поэтому создание памятника вот этому человеку – это очень большое дело, мы так считаем. И каждый здесь может свой вклад сделать в это святое дело, поучаствовать. И тогда всем, кто свою лепту внесет, обязательно все вернется многократно. Тем, кто много отдает, очень много вернется. Призываем всех к этому присоединиться. Сейчас у нас следующий гость – это Анатолий Иванович Монахов, президент и руководитель фонда Евпатий Калаврат. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о роли фонда в установке памятника. Наш фонд существует уже четвертый год. Мы живем в окрестностях Древней Рязани и проводим ряд определенных благоустройств, историй памятников. К крайне мы дополнили обращение к министру обороны Шойгу и главкома ВМФ, чтобы назвать в честь нашего воина Евпатий Львович Калаврата один из ледоколов, на что получили определенное одобрение и дополняли разный определенный памятник вокруг Старой Рязани. К нам обратилась общественность села Исады для того, чтобы дополнить памятник Прокофью Липунову, обратиться как к скульпторам, так и к заводам-изготовителям. Мы с удовольствием приняли это предложение и хотим воплотить ее на родине Прокофья Липунова. Почему заинтересовались личностью этого человека и решили создать ему памятник? Это легендарная личность, которую мы знаем еще со школьной скамьи наших героев, как Евпатий Калаврат, так и Прокофья Липунова. Липунов, который на сегодняшний день историю немножко умалчивает. Это умалчило об этом. И то предложение, которое дополнили жители Исад, мы с удовольствием с этим согласились и дополнили. Хотим дополнить для того, чтобы, так сказать, восстановить промахи, которые были в истории. А как идет сбор средств на установку памятника? Сбор средств. Мы обращаемся в разные коммерческие организации, пожертвования. Люди откликаются, и мы потихонечку начинаем собирать эти средства. Надеемся, что в ближайшее время мы выполним те обязательства, которые на нас возложила общественная сила Исады. А как много уже собрано и сколько еще осталось? Мы только начали сбор средств. У нас около 300 тысяч рублей уходит на скульптора и 350 на само изготовление памятника. То есть, сейчас мы на этой неделе начали сбор средств. Кто скульптор и как разрабатывался дизайн памятника? Илья Павлович Вьюев, который живет под Сергием Посадом, у которого очень много хороших работ по, в особенности Сибири, Дальнему Востоку, нам его рекомендовали как очень хорошего специалиста. Это будет полноразмерный памятник или без? Это будет 2 метра 60 сантиметров полный объем. С какой-то надписью или нет? Да, это будет памятник до 60, он будет стоять на постаменте, и на постаменте будут дополнены все добрые моменты. Следующий гость у нас – это Филатов Александр Петрович, участник Афганской войны, поэт-песенник. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько важна личность Прокопия Липунова и насколько важно вообще помнить свои корни? Вы знаете, это обязательно, потому что если мы не будем помнить, мы не сможем воспитать нормальное поколение. Память – это самое, наверное, святое. Правильно говорят, что человек, который не знает могилу своих предков, он свою тоже не найдет. И мы должны обязательно воспитывать на подвиге наших предков, таких далеких, как Липунов, Евпатий Калаврат, таких, как Александр Матросов, Великой Отечественной войны. Это же все этапы одного. Этапы защиты нашего Отечества. И без этого, если мы не сможем воспитать, мы никогда не защищем свое Отечество. А значит, мы будем просто рабами. Вот, я считаю так. Спасибо вам большое. А на этом мы прощаемся с вами. Хорошего вам дня. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова